Созданный векторный рисунок очень хочется сохранить. У меня две страницы, я могу их сохранить в одном документе, также я могу эти страницы сохранить как отдельные документы. Сохранение в родном формате в файл Save или Save As. Сохранить как? Вы можете выбрать абсолютно любую папку, назвать как вам хочется, первый, например. Конечно, АИ, расширение Adobe Illustrator. После нажатия кнопки Сохранить вы видите вот такое диалоговое окно. Очень важно при отправке куда-то в рекламное агентство или в типографию выбрать правильную версию. Допустим, вы работаете в CC в Creative Cloud версии, а ваша типография все еще работает в CC в 5 версии. Вы обязательно должны выбирать версию типографии, чтобы у них была возможность открывать ваш документ, возможно делать цветоделение и уже распечатать. При выборе более старых версий возникает такое предупреждение, что возможно некоторые функции там некорректно будут выводиться. Но, как правило, до CC в 4 версии все корректно работает. Поэтому вы просто уточните в типографии, с какой версией они работают и сохраняйте соответствующую версию. Я пока сохраняю в родной версии в Creative Cloud. Здесь некоторые моменты расскажу. Есть такое понятие, как совместимость с PDF-файлом. Галочка очень удобна, если кто-то, ваш документ, захочет открыть, например, Adobe Acrobat. Но эта функция, эта галочка добавляет немножко объем вашему файлу. Далее. Внедрить цветовой профиль вашего документа. Рекомендуется, если типография другого не предлагает. Использовать компрессию сжатия ради облегчения объема файла. Рекомендуется. И вот галочка, которая позволяет каждую страницу сохранять как отдельный файл. Save each artboard to separate file. То есть каждый артборд, каждую монтажную область или страницу мы можем сохранить как отдельный файл. Можно все страницы сохранить, можно конкретный диапазон. Пожалуйста, у вас есть выбор. Сохраняю все. Посмотрим, что здесь у нас получилось. Где у нас папка иллюстратор? Очень много здесь разных папок. И, скорее всего, все довольно корректно. Пожалуйста, первый целиком со всеми страницами. Первый 01 это только первая страница или монтажная область. Первый 02 это уже вторая монтажная область. Попробуйте. Есть практические задания. Очень рекомендую их делать. Можете делать по-своему, можете точь-в-точь повторить то, что вы видите. Это на ваш вкус и цвет, как говорится. Пожалуйста, все, что здесь вы видите, это создано из обычных базовых объектов с редактированием их размеров и узлов. Например, домик это пятигранник. Это полигоном нарисованный объект. Далее я просто редактирую узлы. Просто белой стрелкой редактирую узлы. Не обязательно такой домик нарисовать. Вы можете нарисовать высокий, высотный дом. Вы можете нарисовать небольшие дома и так далее. Это на ваше усмотрение. Кому как хочется. Крышу нарисую, красным цветом закрашу. И тоже работа с узлами. То есть такая спокойная работа. Это очень приятно, очень интересно все делать. С узлами в основном. Пожалуйста, такую стену построим. Любые цвета, какие вам хочется выбирать. Можете какие-то элементы заблокировать, если они вам мешают работать. Пожалуйста, блокировку включайте, чтобы их случайно не переместить куда-то. Окна, например, сделанные из прямоугольных и полярных сеток. Во время рисования стрелочками вниз и влево вы можете регулировать количество этих внутренних сегментов. И, пожалуйста, любые цвета. То же самое с полярной сеткой. Делайте сами, делайте с удовольствием то, что вам интересно. И не обязательно точь-в-точь повторить то, что я здесь показываю. Хочется полную свободу, чтобы вы, как дизайнеры, наслаждались процессом. Можете дома разгруппировать то, что я вам передала. И подетально смотреть. Вот дверь с серой обводкой, с бледно-серой обводкой, с темно-серой заливкой. Это прямоугольник отредактированный. Здесь очень много прямоугольников. Это ступени. То есть можете абсолютно спокойно работать с этими деталями, заранее разгруппировав их. И изучать можно подетально абсолютно. Елки, как делать? Это обычные треугольники. Во время рисования мы не забываем. Мы стрелочкой вниз, вверх регулируем количество. И, пожалуйста, при нажатой Alt дублируем. И Ctrl-D повторяет этот шаг трансформации. Можно произвольно уже уменьшить верхние участки. И работать, как нравится. Дерево обычное. Это обычные эллипсы. Еще проще. Просто обычные эллипсы. Пожалуйста, много-много эллипсов. Ствол. Это обычный прямоугольник, обработанный после этого белой стрелкой. И, пожалуйста, тоже можно разгруппировать и подетально все это изучать. Пощупайте, потрогайте, но делайте по-своему, конечно. Вы же дизайнеры. Поэтому полная свобода. Если будете присылать работы, я буду очень рада и с удовольствием скажу, что очень хорошо получилось, что требует коррекции и так далее. С удовольствием сохраню с вами обратную связь, чтобы вы добились нужного результата. Игрушки вот такие в песочнице. Это обычный эллипс. И на сей раз я белой стрелкой выделила верхний узел и просто на клавиатуре Delete. Больше ничего. Все очень просто. На первых занятиях в первом разделе я ничего такого не задам, что создаст вам какие-то сложности. Вы просто внимательно посмотрите и попробуйте повторить. Пожалуйста, здесь все то же самое. Поставлю тоже страницу. Эллипсы. Здесь я взяла тот узор, который здесь есть. Мы пока не создаем свои узоры. Это следующий этап. У нас будет узор с полупрозрачностью, допустим. Вот так вот. Далее еще один прямоугольник, где я просто полоски нарисую. Пока то, что мы с вами можем делать. Первые наши шаги. Пожалуйста, полоски это обычные прямые сегменты. Нарисуйте, задайте любой цвет обводки. Сдублируйте при нажатой Alt. Ctrl-D это повторит. Ой, я пошла вниз. Надо держать Shift так же. Иначе смещение такое нехорошее. Пожалуйста, Ctrl-D. И вот такая красота. Стол это обычный эллипс. Пожалуйста. Спирали тоже закрашены. Здесь Ctrl-D, увы, нам не поможет, потому что спирали не идут прямо по какому-то направлению. Они идут вдоль дуги. Мы пока с вами не знаем. Конечно, все впереди, все будем изучать. Но пока такая тренировка с клавишей Alt. Пожалуйста. Ножки. Это обычный сегмент, толстый. Прямоугольник. Можно тоже разгруппировать. Пожалуйста, все делайте, как вам хочется. Вот такой прямоугольник. Еще один прямоугольник. С редактированием узлов этого прямоугольника. Шире, уже. Можно делать дугу. Я сейчас уберу обводки, потому что они совсем не смотрятся здесь. Но и из дуги можно получить вот такие ножки. Дугу единственное надо будет делать потолще. Довольно толстая такая дуга. Так, только там не надо трапецию выделять. Только дугу. Вот так вот. И любой цвет обводки, любая толщина, выбирайте вы сами. Вот так. Можно скопировать эту дугу. Можно как будто перелистывать таким вот образом. Простейшие шаги. Ничего сложного, ничего сверхъестественного. Чашка тоже состоит из базовых объектов. Если разгруппировать, то вы увидите. Это эллипс. Верхний узел я просто срезала. Либо эллипс, либо прямоугольник с закругленными углами. Верхние узлы вы белой стрелочкой выделяете. И делит на клавиатуре. Все очень просто. Пожалуйста. Далее. Еще эллипс. Вторую чашку поставим на стол. Еще эллипс. С таким же цветом. Еще эллипс. Пусть там будет кофе, чай. Кто что предпочитает. Пожалуйста. То есть есть чем поработать. Ручка чашки это спираль. Но с небольшим количеством витков. То есть стрелочкой вниз во время рисования я уменьшаю количество витков. Без проблем. Любая обводка, любая толщина. Поворачивайте немножко. Очень интересная работа. Я более чем уверена, что вам весь процесс понравится. Главное не торопитесь. Запись у вас под рукой. Много раз можете нажимать на паузу. Смотреть, повторять. И разгруппировать материалы. У вас их под рукой достаточно много. И если вдруг совсем тяжко будет, вы пишите, пожалуйста. Пишите, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И направлю. Пообщаемся. Максимум практики. Одной теории не обойтись.